Спасибо, что зашли. Всем приятного просмотра. Так что если увидите какую-то мобофилку, это не я. Это несчастные злобные плагиаторы. Ну а мы продолжаем исследовать этот мир. Исследовать не просто так, чтобы поскорее прокачаться, а попытаемся все-таки вживаться в лор, изучать тут все подряд, читать квесты как-то неудивительно. Вот, например, нам нужно поговорить с торговцем Рудгаром. Привет, толстячок, пухлячок. Ну и рожа у тебя. Все готово. И боевые потери. И я подумаю. И все? Давайте посмотрим, что этого торговца. Продается вообще? Эх, опять этот мелкий шрифт. Так я не нашла, где увеличивать шрифт. Точнее, я не искала. Сирия записываю все подряд, поэтому... Угощение для питомца. Восстанавливает 36 энергии. Вызываемая питомцу. Какие тут еще питомцы? Ничего себе. Ммм, бинты новичка. Но нам, в принципе, знаете, как-то особо ни на что не хватает денег. Мы заглянем чуточку позже, когда у нас появится бабло. Хотя мы можем что-нибудь продать лишнее. Кстати, почему бы нет? Держи вот. Это мне точно не понадобится. Это мне еще ставлю. Это тоже не нужно все. И несущий зарю. Тоже, в принципе. Хрень какая-то не нужна. Ну, а остальное мы все оставим. А интересно, здесь можно сортировочку включить? Ну-ка, вот эта сортировка? Да! Е-е-е-е! Подождите-ка. Я же тебе не продала? Стопэ. Я же тебе продавать хотела это все. Ну-ка, держи все, лови. И ящик с припасами. Ну-ка. Окей. Все, разжились. Немножечко деньгами. Уже у него можно что-то купить. Угощение. Обработанный божественный костер. Как в Скайриме можно разжигать костер. Божественный алгаст, алгаст для зачарования оружия. Ой, еще оружие придется зачаровать, крафтить. Ой, как я это все не люблю. Ну тут, в принципе, по-моему, в данжах нормальная киправка добывается. Мой друг друга уважаем. Милен. Бодрость уменьшается, если ты не отдыхаешь. Максимальное значение хп и мп снижается, а критические удары наносят меньше урона. О-о-о. Какая печаль. Что-то кодах. Сражение это тяжелый труд, и даже самого опасного бойца может довести до полного изнеможения. Усталый солдат и бесполезный солдат. Если ты будешь сражаться, не отдыхая время от времени у костра, твоя бодрость будет падать. А чем ниже твоя бодрость, тем меньше максимальное количество хп и мп. Надо же. Запоминаем, друзья. Ты можешь узнать свой уровень бодрости, наведя указатель мышки на значок в виде сердца в верхней части экрана. Все понятно? У нас 120%. Я положила тебе в сумку костер, щелкни по нему правой кнопкой мыши, чтобы использовать, а затем встань рядом, чтобы отдохнуть. Постой у огня, пока уровень бодрости не поднимется до 120%, а затем поговори со мной снова, и я продолжу объяснение. Новое задание. Отдых у костра. Ну, давайте. Хотя, в принципе, у меня же 120. За федерацию. Все, спасибо. Мои уши гневны твои слова. Амулет всегда со мной. Что еще за квест? Отдыхай, у костра не обязательно стоять столбом. Ты можешь сделать подношение богам, пожертвовав чаром, и взамен получить удачу и новые силы. Загляни в свою сумку, и отыщи чаром натиска, щелкни по нему правой кнопкой мыши во время отдыха у костра, а потом возвращайся ко мне. Еще какой-то чаром натиска, да вы даете? Что-то, что за фигня? Чаром натиска. Используя этот чаром возле костра, вы получите случайный эффект, усиливая атаки, силы, тара-та-та-та. Тара-па-па-па-па. Ну, в принципе, это мне сейчас не нужно, потому что у меня бодрость и так максимум. В общем-то, понизим бодрость. Понизим бодрость, постоим у костра и заиспользуем эту штуку, и потом уже тогда вернемся отдать ей квест. Думаю, так эффективнее всего. Спрос и предложения. Я обучаю боевым умениям. Мои уроки сможет заменить лишь опыт, получаемый в настоящем бою. В любой момент я готов показать тебе пару новых трюков. Кстати, о трюках. Магией я не занимаюсь. Это делает Чарис. Да я вроде и сама не сама магический класс. Говорят, Элион снова пропал. Ты что-нибудь об этом знаешь? Вроде ничего. Просто посмотрите-ка, огромное, бесконечное количество квестов. Можно как-то ее повысить немножко? Это окошечко. Думаю, вот так вот будет нормально. Да, теперь понятно, зачем тут такой мелкий шрифт. Потому что все квесты будут просто не помещаться. Хотя нет, слишком как-то высоко я. Карту не вижу. Может быть, карту надо сдвинуть вот так вот. Да. Так гораздо пофуншуйнее. О, а вот это огонь, кстати. Ну-ка я могу тут использовать стойкое. Где у меня эта фигня? Давай. Звание, амулет, чего более мощные эффекты уже используются. Невозможно применить. По-моему, значит мы что-то фигню какую-то сделали. Защита. Благословение богов. Защищает вас от разбойников. Этот эффект... Что я почти не вижу. Как же мелкий. Когда вы достигаете 11 уровня. Вы отдохнули. О, великий чарм проницательницы. В бою эффект от сгоревшего черпа повышает вероятность критического... Короче, крит у нас повышается. Благодаря этому... Чарму или как он там. Ну ладно, забавная штука. Мы друг друга уважаем... Получилось. Взгляни на правую часть интерфейса. Ты увидишь значок полученного эффекта чарма. Наведи на него указатель, чтобы прочитать описание. Да, с таким шрифтом я точно прочитаю его хорошо. Эффект унижается, когда бодрость уменьшается слишком сильно. Так что не забывай время от времени отдохнуть у костра. Если ты активно сражаешься, старайся делать перерывы каждые полчаса. Слушайте, они следят за моим здоровьем. Вот дают. В какой еще игре следят за здоровьем игрока? Чтобы он делал перерывы каждые полчаса. Кстати, это и правильно. От компьютера нужно каждые полчаса отдыхать. Хотя бы там минут на 10-15 отходить. Делать зарядку для глаз. Ну и прочую фигню такую. В общем, короче, не сидеть у компьютера. Бесконечно. Лили, привет. Валькион победит. Ой, на этом острове столько красот и чудес. И столько тайн. Наверное, самая главная тайна в том, для чего титаны решили спрятать остров. И вторая, для чего они решили его показать. Остров это дар для нас. Я же учу новобранцев собирать различные дары острова, которые можно использовать. Впрочем, не позволяй скромному учителю тебя задержать. Долг зовет. И то верно. Давай скорее награду. Со всех сторон у нас окружают дары природы. Руда, растения и энергия. Это материалы, которые можно собрать для использования в ремесле. О, как я не люблю собирательство и ремесло. Это может пригодиться тебе. Это может пригодиться тебе. Ведь сотворенные предметы обычно получают исключительного качества. Понятно. А как же данжи? Материалы можно найти где угодно. Посмотри и видишь, что я имею в виду. Предметы, которые можно собрать, активируются, когда ты проходишь рядом. Появляется круг. Понятно. Но это я знаю, как он активируется. Введение в собирательство. Тебе уже довелось использовать свои навыки сбора. Хочешь, чтобы я напомнила тебя снова? Ну давай. Подойди к твоей куче камней и нажми клавишу F. Ой, где тут куча камней? Вот, давай. Ой, начинается веселье. Как же я это не люблю, блин. А она радуется. Извращенка. Чему тут радоваться? Это вообще очень унылое и грустное занятие. Фух. Наконец-то мы тут все поколупали. А ты лично, ты не поверишь, сколько новичков возвращаются ко мне и показывают какие-то бесполезные бложники. Когда ты играешь в группе, ты собираешь материалы быстрее, и все награды делятся между всеми участниками. Ух ты, а в группе-то полезнее собирать. Еще один способ ускорить сбор, повысить уровень навыка сбора. Постоянными тренировками тренировки ведут к совершенству. Ну кто бы сомневался, а что за сундучок? Я хочу такой сундук открыть, дай мне сундук-то. Гости многому могут нас научить. Понятно. Сундук, видимо, не для нас, не про нашу душу. Ну что ж, я тут еще вижу... Я могу, кстати, вот так вот делать сейчас. Ну-ка, пимс, пимс, пимс. Ну, откат долгий. Я думала, что можно идти спиной и быстрее будем добираться до всего. Ну как, интересно, мы так ускоряемся или нет? Насколько я эффективнее бегаю таким способом? Очень странным. Явно это не для этого приспособлено, но почему бы нет, собственно говоря. Изучаем игру, смотрим, кстати, кто кого выбрал. Вот берсерк, вот воин, вот мой друг, рыцарь. Какая у него огромная пушка. А это у нас лансер, да? Эх, бомбы готовы. А это мы в прошлой серии делали бомбы. Кирия, она особенная, верно? Ну да, она глухая, Кирия. Кирюшка глухая. Всю жизнь она провела в таком грохоте, что удивительно, как она хоть что-то еще слышит. Что ж, если она поручилась за тебя, то я с радостью направлю тебя на службу. Ну, спасибо. Что за служба? Какая-то очень важная и серьезная служба. Вон в воин пупсик поп перебежит. Ну и давайте посмотрим, куда нам, собственно говоря. Что-то я не вижу. Ага, это нам в обратную сторону. Это нам в обратную сторону. И где-то здесь вот он, значок вопроса. Тут дуэлица. А это магичка у нас, да? Надо мне изучать классы, смотреть, кто что использует. Собственно говоря, изучать их тактики, чтобы потом я могла что-нибудь противопоставить им в пвп. Не зря же я выбрала пвп-сервер в Эстонию, повторюсь, кто еще не в курсе. Правда, ник мой не мобофилка, не ищите мобофилка. Мобофилка. Точнее, если она здесь мобофилка, это не я. Так что, ну не знаю, зачем вам еще искать фальшивую мобофилку. Ну кто же занял монику? Вот обидно, когда моники занимают. Ну знаете, я себя чувствую, как будто, не знаю, мне мою родную конфетку отобрали. Или мою любимую игрушку мягкую. Дипломат. Ничего себе, какой готический лукарь. Эльф-лукарь. Дипломат. Ой, а тут еще кого-то нам нужно бить. Ну-ка, вас что ли бить? У меня, к сожалению, пока только одно мини. Кстати, вот этот мы можем выкинуть. Я правильно говорю? Да, но... Ну-ка, хотя нет, подождите, как комбо атака. Незыблемость блокирует фронтальные. Так, это я уже использую. Штурм. Позволяет броситься вперед. А, нет, это у меня тоже стоит. Отступление. Боевой азарт увеличивает скорость. Это пассивка, что ли, или нет? Нет, это можно использовать. А вот это удар щитом. Можно изучить... А, дальше мы то, что уже можем только изучить у учителя. Вот нам что-то дали новое. Отталка с выпадом. Давайте-ка ее потестируем атаку. Нет? Можно изучить... А, мы можем это изучить у учителя. Ну ладно, мы пока это не изучили. Я тут вижу какую-то фигню. Вот это что такое? Вот это что? Как это использовать? О! Вы чувствуете эффект боевой азарт? Ну отлично. А сколько он длится? Три минуты. Нормально, в принципе, боевой азарт. Туруруру! Ай! Я-то думала, я успею. Но нет. Не дотянулась немножечко так совсем. О! Всех раскидываем. Красота! Ну, конечно, это вам не берсирт, который на раз-два все раскладывает. Но, в принципе... Ой! Ты что, недобитая малышка сидит? Что это вообще такое? Я все даже не поняла. Какая-то непонятная летающая хрень. Где еще одна непонятная летающая хрень? Один из пяти всего лишь. Да. Один из пяти. Не очень хорошо. Надо, наверное, перейти на другой канал, где меньше людей. Потому что, смотрите-ка, все их забрали. Обычно я еще знаю, что в таких вот местах не все отображаются на карте. То, что вот все... Где они... Как это сказать-то лучше? Где эти вот мобы стоят, указан кружочек. Я обычно знаю, что в некоторых моего кружочек только в одном месте. А они вот там где-нибудь рядышком пройти, они тоже есть. Но кружочка там нет. И в итоге там никого нету. А все бьют вот где этот кружочек. То есть все пришли. Чисто как по карте указано. Какие-то курицы-петухи. Петушки. Летающие петушки. Ну, тут, в принципе, по-моему, они... Э! Пустите меня вот к этому, да? Нам же его нужно бить, собственно говоря. Ну-ка. Я так и не могу понять, что такое нагромождение всего, что даже непонятно вообще. Что это такое? Ну, они каркают, как вороны. Выглядят, как непонятные какие-то петухи. Фигня какая-то. Не знаю, не слишком симпатичные мобы, если честно. Какие-то они слишком вычурные. Я понимаю, что игра сама по себе такая довольно вычурная, но... Не знаю, мне нравятся мобы, которые более... Более, не знаю, какие-то естественные, что ли. Ну-ка, вот это что-то можно собрать, небось. Ну, будем собирать, я не знаю зачем. Ну, будем собирать. Расваляется. Будем собирать все подряд, по ходу дела разберемся, что это и зачем это. О, золотишко валяется. К сожалению, не мое. О, что за камешек? Какой синенький. Это может быть камень обнаружения, о котором говорил Джорхан. Да, похоже, что это и есть камень обнаружения, о котором говорил Джорхан. Он помещен здесь, чтобы предупреждать о появлении врагов близ Пика Матар. А теперь поднимитесь по Лиане на самую вершину. Ух ты, скалолазанием сейчас будем заниматься. Ну-ка, по этой Лиане. Погнали. У-у-у, красота. А в этом что-то есть. Посмотрите-ка, Dying Light, Assassin's Creed. Ну, это, наверное, ничем не хуже. Тоже можно лазать. О, там какое-то красивое дерево. Ничего себе. С какими-то яичками наверху. Или что это такое там беленькое просвечивает? Точнее беленькое. Чуть темненькое, а с голубеньким просвечивает. О, какой-то лисенок 95. Понятно. Я не знаю, зачем люди... Ай, тихо. Делают ники с цифрами, которые указывают на их дату рождения. Это как-то странно, если честно. Небесный цветок. А вот это цветочек для нашей пухлой девушки на 8 марта. Так. А вниз как? Можно просто скинуться? Или я... И я все, я умру, если скинусь. Ты-ры-ры. А-а-а. Он же сказал нам использовать... Использовать... Точно, точно. Использовать телепорт. Как он выглядит? Соломенный скоробей. Жук, питающийся соком растений. Встречается на любых растениях для сбора. Ничего себе, зачем это? Его можно измельчить и использовать для... Гравировки. Надо же. Ладно, бомбы, кстати, зачем-то у нас уталяются. Ящик с припасами. Свиток телепортации. Вот он. Хотя, посмотрите, куда-то она скинулась. Так, и ничего. Но умерла? Или нет? Может быть, можно сэкономить свиток телепортации и не использовать его? А что бы нет? Давайте попробуем. Вроде ничего страшного пока с нами не происходит. Я экономный плюшкин. Так, тихо, малышка. Тихо, тихо, тихо. Как она... Ай, как она прямо кричит, когда падает вниз. Как будто она там уже все ноги себе переломала в кашу. Ну что, вот мы и спустились и сэкономили свиток телепортации. Теперь... Теперь главное добраться до... Я уже не помню до кого. Я помню, кому нам нужно отдавать цветочек. Это я помню. А, ну так вот, мы же до него и бежим, точно. Ай, все в голове уже путают. Ну, знаете, я играю я обычно очень раснаблена. Мозг отдыхает. И поэтому, да. Могут... Могу выдавать очень странные перлы. Языковые перлы. Кингер. Прямо как будто киндер. Он танцует. Киндер пингвей я люблю. Киндер пингвей я люблю. Киндер пингвей, киндер пингвей. Киндер пингвей я люблю. Лови, как-то и помнит эту штуку. Она, по-моему, очень древняя. Адрия, ну это мы не тебе цветочек вроде должны дать. Цель форпоста башни... Нет. Какой еще форпост? Подожди-ка. Нам же тебе нужно цветок отдать. Используйте свиток телепортации, чтобы вернуться в лагерь. Все-таки придется использовать свиток, да? Нельзя сэкономить его. Ну ладно, давайте ее за свиток. Ну мы уже типа здесь, но что делать? А как, как, как отменить? Тихо. Мы пойдем другим путем. Что это за квест? Царапины на камне очень интересно. Не думала, что такое возможно. Я отправлю эту зону еще один патруль. А это у тебя что такое? Еще один цветок. Я, конечно, не против внимания, но сейчас у меня голова забита совсем другим. А, он нас попросил достать цветочек для этой девушки. Вот оно что. Безопасность нашего лагеря зависит от этих камней, если кто-то или что-то подбирается к ним так близко. Близко мы должны быть на страже. Значит, у мужика там любовь в голове, а у женщины только защита. Подсказка во тьме. Мне удалось кое-что разузнать о Беллионе. Так, похоже, что он и в самом деле снова пропал. Его брат Леандр места себе не находит. Он появится здесь минуту на минуту. Будь с ним потактичнее, выше эльфы только кажутся невозмутимыми. А на деле они точно так же испытывают эмоции. Да ладно. А я-то думала... Ой, красный. Ух ты. Леандр. А эльфики-то очень здесь даже такие... Фап обильные. Что? Подсказка во тьме. Только мы нашли Элеона. И вот он снова пропал. Полагаю, он опять нашел себе приключение. Ну да, с кем это интересно. Поговорить с Талосом. Он стоит возле ступенек у Талоса. Острий глаз. Возможно, он что-то видел. Талос, это же... Культ Талоса в Скайриме. А, в Скайрим. Как я давно в тебя не играла. Так, где тут у нас... О, стоять. Джайрус, стоять, говорю. Кража в ночных целях. Какой приятный сюрприз. А я как раз пыталась понять, что... То, как же мне закончить исследование этого великолепного дерева? Каждый раз, когда я устанавливаю приборы, ко мне клювы их забирают. Интересно, зачем они им? Мне тоже интересно. По-моему, они вообще какие-то... Неумные существа. Они высокоразвитые, как мне кажется. Петухи есть петухи. Посмотрите-ка, сколько нам всего надавали. Ну, это лучше же, да? Хотя... По-моему, чисто то же самое. Только цвет другой. Розовый! Подождите, когда я тебя гляну. Ого! Какой мерзкий цвет. Нет, я хочу... Я хочу быть рыженькой. Ну-ка, дайте... Верните мне мой рыжий наряд. Нет, ну как-то рыжий посимпатичнее. Надо же. Тут еще цвета меняются. Забавно. Огонечек, зелье ускорения, светлая шкура. В принципе... А это что такое? Ящик с припасами. Для уровня 5 и выше. Так мы же уже 5 уровень. О! Что это? Открыли какой-то ящик. Да ладно? А все? Он пропадает? Забавно. И что нам дали, интересно? Бинты ветеранов. Ага, отлично. Ящик для уровня 9. Ну, приятные штуки. Такие мелочи. В онлайн играх мне очень даже нравится. Ну, остальное, в общем-то, никакой экипировки нам не дали. Одевать нечего. Так что не будем с этим заморачиваться. Мне какая-то смс пришла на телефон. Отвлекают меня тут все. Вообще нам в другую сторону. Остров Зари Талос. Поговорите с Талосом на лестнице, фарпосту, башню. Ну вот мы и бежим, говори, с Талосом. Я не знаю, я почему-то очень люблю бегать вот так вот с приближенной камерой, но меня многие ругают, отдали камеру, ничего не видно. Ну это как-то, не знаю, нереалистично. Как будто я в доте сижу. Нет, в доте не хочу сидеть. Так, что у нас тут? Талос. Ну вот так. Это должно быть смешно. Рогатый ужас. Это он на себя намекает? Мне все равно, что там болтает Дулари. Ходячие деревья это ненормально. А местные твари еще более жуткие, чем у лагеря. У нас дома не было ничего похожего на этих рогатых древней. Ой, хорошо, я... Раз ты маленькая девочка, я справлюсь с этими рогатыми тварями, чтобы ты не волновался и спал спокойно по ночам. Или он снова потерялся? Знаешь, мне кажется, что пару часов назад я его видел. Он направлялся к южному посту. Спроси у Танли. Эх. У тебя я спросила у других. Да вообще, кому нужен этот Элиот? Нафига он? Опять эти древние. Они же однотипные все. Ну-ка. Как-то мало пока скиллов. Он очень весел на самом деле с этим бегать. Ну, давай. Дорогатый древень, ты пал смертью хорабрых. Как здесь много? Я могу их всех собрать? Ой, подождите-ка. Вот это что такое? Я могу это собрать точно. Верда. Вердра. Для чего-то она пригодится. Будем собирать. Она так еще радуется весело. Желудь. Мое. Что еще за мое? Тихо. Промазали опять. Вау, я тебе не дам меня ударить. Слышишь? Тихо. Я хочу попробовать, как этот... Понятичнее хочу, как этот щит использовать. А, он еще не умер. То есть, когда он ударяет, мне нужно сразу вставать в такую стойку, и у меня не будет дамага, да? Хочу потестировать. Надо как-то приноровиться играть за древо. Ну-ка, попробуй меня ударить. О, успешная защита. Прикольно. Надо же. Тихо. Мы его не добили еще. Вот теперь добили. Клево. Это так интересно. На самом деле, так необычно. Ну, вы класс не зря взяла. Будет хоть что-то такое. Тихо. А, свалили мы его с ног. Не успел он у нас ударить. Посмотрите, как часто я валю этих древних с ног. Интересно, а я в ПВП также буду всех валить с ног? Это было бы очень круто. Такой вид к контролю над игроками. Ну-ка, теперь ты. Теперь твоя очередь. Ооо. Да ладно, в принципе, пока что дамаг довольно-таки неплохой. Как мне кажется. Ну, мне хватает, чтобы выполнять эти квесты. Тихо. Что-то за G. Зачем я это нажала G? Первая необычность. Первая необычность. Получено достижение. Достижение какие-то. Необычность. Запертый ящик для уровня 1 и выше нельзя продать. Вы не можете использовать предмет запертый ящик. А почему? Хочу открыть запертый ящик. Какая-то необычность. Какая-то необычность. Бинты. Соломины с кораблей. Где необычность-то? Зелье ускорения. Бинты. Свиток телепортации. Ничего не понятно. Какую-то... Сказали, что я получила какую-то необычность. А никакой необычности нету. Что за дела? Ну-ка, вот это можно зато пособирать. Какая-то мруда. Криметаллическая, что ли. Милашечка моя. Будем все собирать. Раз это валяется, значит никому не нужно. Я соберу. Мне что, мне не жалко. Я все соберу. Джираш. Привет, Джираш. Какая у тебя яркая бронька. Нас сюда привел долг. Оскверненная мана. Я считаю, оскверненная мама. Думаю, нифига себе, как че-то маму обидели. Исследования просят Джираша остановить нападение спороходов на их припасы. Адрия приказала всем часовым оставаться на постах. Те же, кто не является ни исследователями, ни часовыми, могут помочь. Духи ищут кристаллы маны у других духов. Наберите как можно больше таких кристаллов и принесите сюда. Ну, окей. Окей, я все принесу. Ну и на этом, я думаю, остановлюсь. Продолжу уже в следующей серии. Ставлю возле Милахи Талоса. Ну, а пока что с вами была Мира Мобофилка. Ссылочка на игру будет в описании к этому видео. Ставим лайки, комментируем. Обязательно подписываемся. И увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok